Всем привет! С вами я, Виола, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня 104-й шаг. Съемка происходит дома по известным уже обстоятельствам и украшения, представленные мной сегодня, как и всегда, из ювелирного салона Мехи Банхану, который находится в Баку, столице Азербайджана. Как обычно, небольшая ремарка для тех, кто будет смотреть видео впервые. Дело в том, что мы не называем размеры колец, потому что мы подгоняем их под ваш. Это комплимент, знак уважения от Мехи Банхану вам, нашим покупателям. Также я хочу сказать, что выйдет два ролика. Первый, где я сейчас примерю украшения, и второй ролик будет с фотографиями. Пожалуйста, обращайтесь ко мне, касаемо цен, каких-то еще дополнительных, интересующих вас фактов. Я с удовольствием с вами пообщаюсь и все вам расскажу. И объясню, дам ту информацию, которая вам нужна. Что ж, друзья, прежде чем начать, очень многим было интересно посмотреть, как выглядит комплект 2&M. Дорогу осилит идущий. Вот так он выглядит на мне. Я вам его еще раз с огромным удовольствием представляю. Это серьги и кольцо. Мой дизайн, работа мастера Мурада. Абсолютно ручной труд. Вот так. Вот такого он очень крупного размера. Размеры замечательные, но тем не менее, версии облегченные и в серьгах комфортно. Уху оно не травмируется. Для меня это очень важно. Здесь я подобрала браслеты. Эти были куплены мной в Баку. А вот этот браслет я покупала в Грузии. В Кутаисе. Ой. Любовь, любовь. Итак, я не стала больше ничем отягощать свой образ. Сегодня я вот так вот перед вами предстала. И дальше мы начнем уже рассматривать те украшения, которые я для вас выбрала, приготовила. И с удовольствием вам их сейчас покажу. Итак, начнем мы вот с такого мелкого, достаточно миниатюрного комплекта. Здесь опал. Ну, опал лабораторный, искусственно выращенный. Комплект идет в радировке. Здесь присутствует также фианит. Очень симпатичное украшение для миниатюрных девушек. Для тех, кто любит миниатюрные украшения. Не обязательно девушка должна быть миниатюрной. Вообще, по сути, никто никому ничего не должен. Это моя философия по жизни. Все на добровольных началах. Итак, вот такая сережка. Посмотрите, выглядит замечательно. Можно носить совершенно спокойно на каждый день. Также этот комплект хорошо подойдет девочке-подростку. Допустим, в подарок порадовать, чтобы кого-то из близких своих. Либо дочку, либо сестренку, либо племяшку, крестницу, дочку-подруге, друга. Но это не важно. В любом случае, на подарок это идеальный вариант. Покажу вам поближе колечко. Есть вот такая подвеска. Она в таком же размере. Единственное, что у нее небольшое ушко. Я не нашла у себя такую нежную цепочку. Вот так она будет смотреться. Очень приятный такой освежающий комплект. И, несмотря на то, что опалы искусственные, они тоже имеют место быть. Почему бы и нет, я считаю. Так что, вот такой, друзья, комплект с опалами. Очень приятный. И смотрится, по-моему, достойно. Следующим у нас будет набор с нефритом. С нефритом. И сверху вот такая вот ажурная здесь лента проходит. Прекрасный набор кабошона нефрита. Замечательного оттенка. Я делала фотографии, старалась. Я думаю, что вы их уже оценили. По крайней мере, в инстаграм таки точно. Вот. Посмотрите, пожалуйста. Вот такая сережка. У меня она заваливается, потому что штифт для меня длинноват. Вот так она будет сидеть к уху. Если у кого-то мочка чуть-чуть попухлее, нежели чем моя. Или же это можно, конечно же, силиконовой заглушкой дело исправить. Абсолютно легко. Кольцо. Вот такое. Комплект заметный. Очень приятный тоже. Мне нравится. Мне нравится, как смотрится зеленый цвет. Мне вообще нравится зеленый цвет и вы лицезреть. Не скажу, что я его ношу очень часто. Нет. Но, тем не менее, цвет мне этот нравится. Цвет жизни. Цвет спокойствия. Замечательный вообще цвет. И все его оттенки, я считаю. Еще раз давайте я вам покажу сейчас вот так вот сережечку. Следом у нас будет адуляр. Адуляр у нас будет в обрамлении гранатов. Это тоже такая классика, классическая форма. Не совсем возможно здесь классические камни, потому что адуляры и лабрадоры, они в последние годы приобрели такую широкую популярность. По крайней мере, ну, я так знаю. Они не были столь распространены. Но они все плотнее входят в моду. Очень много появилось их поклонников. Я не являюсь исключением. Я очень люблю эти минералы. И вот такая вот классическая форма с не очень классической вставкой в центре. Выглядит замечательно. Сочетание прекрасное. Видите, сережечка очень аккуратно села к ушку, когда штифт подходящий, сразу видно, как серега садится. И колечко к нему. Набор среднего размера. Он не крупный, но он великолепный. За счет камней, которые в нем, ну, представлены, скажем так, использованы мастером, он выглядит чудесно. Мне очень нравится. Приятное украшение тоже можно носить на каждый день. И, конечно же, оно украсит любой праздник. Любое торжество. К подходящему наряду. Следующий набор более серьезный. Конечно, товарищ здесь у нас идет вот такой вот аметист великолепный. И он разбавлен фианитами. Наверное, для того, чтобы цвет аметистов он более ярко на их фоне выглядел. Мне очень нравится вот этот контраст. А, стойте, стойте, стойте. Здесь хорошо так занижен штифт. Говорю, это для тех девчат, для кого это имеет значение. У кого либо неправильный прокол, либо растянутые. Конечно, это очень удобно. Такие штифты, они являются панацеей. Вот, пожалуйста, тоже очень аккуратно садится сережка. Не мешало бы мне, конечно, подтянуть ее силиконовой заглушкой. Ну, в том случае, если бы я была владелицей этого комплекта. Вот, посмотрите, прекрасно садится она. И кольцо. Мне нравится. Хотите, давайте немножечко поближе я вас придвину. Вот, чудесный комплект на самом деле. Тоже классика. Может быть, немножечко модернизированная, но тем не менее. Красивый комплект для любительницы аметисты. Я думаю, ну, прекрасное предложение. Следом у нас будет яшма. Но яшма непростая. Яшма у нас будет в огранке. Не так часто на самом деле встретишь ограненную яшму. Огранка моя любимая, фасетная. Камень в ней выглядит по-новому в этом исполнении. Для меня таки точно. Яшма очень красивый минерал. И, как я уже говорила, мне кажется, у природы он самый любимый. Потому что над ним она работает очень тщательно. Использует так свою фантазию. Ну, здорово. И здесь, конечно, мастера тоже постарались. Приложили руку, сделали огранку. И совершенно иначе этот минерал заиграл, заработал. Он иначе стал выглядеть абсолютно не хуже, как мы с вами видим. Дело мастера боится. Здорово. Мне очень нравится. Вот такая яшма. Красивые здесь присутствуют оттенки. Опять для меня штифт. Мне кажется, у меня с возрастом, то ли со временем, то ли я не знаю с чем, мочки начинают немного истончаться. Раньше у меня мочки были попухлее. Это 100%. Даже вот тактильно, да, вот, ну, это разница ощутима мною. Так, спасибо вам большое за комплименты, кстати, моему образу в предыдущем видео. Пока я буду в чалме, потому что я хочу немножко поменять прическу свою. Вот. И волосы немного отрастают. Весь чалмы, они выглядят не так презентабельно, как мне бы хотелось. Следующий набор. Это вот такой микс. Я его уже показывала. Были по нему вопросы, в принципе. Но почему-то он до сих пор задержался у нас в боку. Здесь у нас идут неочищенные изумруды, рубины и сапфиры. Прекрасный комплект. Он крупный. Он такой, знаете, ну, о себе очень явно заявляет. Великолепные украшения. Опять-таки, я скажу для тех, кто, возможно, заметит, что не очень хорошо может рассмотреть детали, но зато виден размер. Это основная вот цель этого видео презентационного. Вот. Вот. Колечко к нему. Крупное кольцо. Вот так вот оно тоже здесь выполнено. Высокий у него каст. Высокая посадка ажурная. Приятный комплект. Действительно приятный. Мало того, что он приятный, он еще очень эффектный. Мне нравится, что здесь идет вот этот ажур. Красивый, достойнейший набор. Я сижу по-турецки. Если честно, не могу по-человечески сидеть, когда две ноги просто на полу. Мне обязательно ноги свои нужно поднять. Сейчас нога немного одна затекла. Я изменила позу. Извините за такие подробности. Ну, я думаю, что мы с вами уже свои. Они не такие какие-то интимные, чтобы о них не сказать. Так что вот такой комплект. Следующий набор сардониксом. Он мне очень нравится. Очень. Сейчас вы сами увидите. Это вот такое солнышко. Прекрасное украшение. Я сейчас надену. Вот так выглядят сережки. Сразу потеплело в комнате. Хотя и так жарая с кондиционером здесь, но все равно очень-очень жарко. Вот, посмотрите, какое колечко к нему. Есть на нем такие вот переходы. Вот такой чудесный комплект сардониксом. Мне нравится. Очень теплый камень и очень приятный по своей энергетике. Следующий набор у нас будет с самоцветами. Посмотрите, вот такая красота. Вот такое чудо. Очень яркий набор. Очень такой, знаете, он... Набор настроения, назовем его так. Прекрасное украшение. Я обожаю серьги с подвесной частью. Я об этом каждый раз говорю. И, наверное, каждый раз и буду говорить. Хотя иногда хочется немного, ну, меньше повторяться. Но как-то это не получается. Слова сами рвутся из меня. Вот, пожалуйста. Вот такое к нему кольцо. Здесь оно в центре полое. Видно пальчик. Это интересно. Красивый комплект. Яркий. Великолепный. Мне очень нравится. Здесь по камням у нас что? По камням у нас здесь идет гранат, голубой топаз, хризалит, аметист и желтый топаз. Нет, это цитрин, извиняюсь. И цитрин. Еще раз. Гранат, топаз, хризалит, аметист и цитрин. Вот такая вот серьезная компания самоцветов. Так. Дальше моя любовь. Вот он. Вот такая красота. У меня есть похожий комплект. Точно такой же размер. Единственное, что он идет в огранке. Этот без огранки. Это кабошоны. И к моему образу, конечно, сегодняшнему, это идеальная примерка. Хотя и другие комплекты тоже смотрятся великолепно. Но вот так. Нацвечивает. Поэтому я держу руку чуть ниже. Вот такое украшение. Украшение. Очень классное. Ну, посмотрите. Я не знаю, люблю. Да вот люблю я черный цвет. Вот что хотите со мной делать? Что хотите, говорите. Ну, я его обожаю. И браслет. Я могу вам предложить к нему вот такой. Здесь форма камней отличается. В комплекте круглые камни в браслете овальные. Но я считаю, что великолепно все это между собой сочетается. И форма. Вот это тот случай, когда форма абсолютно не имеет значения. На мой взгляд. Можно разбавить какими-то серебряными браслетами дополнительно. Заиграет совершенно по-другому этот браслет. Но и соло. Он прекрасно выглядит. Замечательно. Он не теряется на запястье. Он о себе заявляет. Заявляет. Заявляет достаточно громко. Великолепно. Это можно между собой подружить. Здесь коробчатый замок. И, конечно же, длина браслета. Она имеет значение. Его нельзя ни удлинить, ни уменьшить, к сожалению. Вот этот момент, пожалуйста, у меня уточняйте. Давайте еще раз накину. Не могу я расстаться никак. Вот такая красота. Так. Последний на сегодня комплект. Очень эффектный. Ой, сережка не сняла. Последний сегодня у нас комплект вот такой. Это топазы. Топазы в обрамлении микрофионитов. Не в обрамлении. Они разбавлены тоже микрофионитами. Они здесь, к месту, я считаю. Они комплект не портят. Они не забирают ни в коем случае внимания на себя. Комплект выполнен в черном роде. И присутствуют элементы позолоты. Но они совершенно минимальные. Буквально на крапанах практически. И вот здесь вот чуть-чуть ободочки позолочены. Ну, это царский комплект. Безусловно, он такой, знаете, характерный очень. И он требует должного к себе отношения. Это какое-то красивое торжество. Какое-то красивое платье. Какая-то дата. Ну, и вы в центре внимания. Сама красавица. И еще в красивых украшениях дополнительно. Ну, вот так вот это смотрится. Мне очень нравится. Ну, как это может не нравиться? Я думаю, что не может. Опять-таки, вы знаете, вкусы, конечно, у всех разные. И учитывая, в каком наборе нахожусь сейчас я. И, допустим, на контрасте вот это украшение. Но это не значит, что мне нравятся только такие изделия. Допустим, какие-то самобытные, какие-то сделанные на коленке, как я это называю. Я очень люблю этот стиль. Но, тем не менее, вот такой шикарный стиль, конечно, он мне тоже очень импонирует. И в определенное время, с определенным нарядом, конечно же, он необходим, скажем так. Потому что все мы присутствуем на каких-то празднествах. Мы являемся сами. Так. И участниками, и гостями, и также главными героями каких-то торжеств. Поэтому такие украшения, они, несомненно, нужны. Все. Закончили мы с кольцами. Ой. С комплектами. И давайте я вам покажу, наверное, браслеты. Да, сегодня мне хочется показать браслеты. Сначала и закончим кольцами. Итак, вот такой браслет. Это лимонный кварц. Бесподобное здесь исполнение. Мне очень нравятся такие браслеты. В застежку у нас идет тоггл. Конечно же, за счет этого длину браслета можно регулировать совершенно спокойно. И вот такой вот красавец. Он крупный. Не мелкий. Посмотрите, какой браслет. Эффектный. С элементами чернения. Замечательное украшение. Великолепное на самом деле. Обратная сторона у нас. Камни не закрыты. Вот такой браслет. Повторюсь, это лимонный кварц. Его можно носить с цитринами. Его можно носить с топазами. Его можно носить с бескаменкой. Вообще, было бы желание. Носить все, что угодно. Можно с чем угодно. В нашей власти сочетать украшения так, как мы считаем нужным. А не так, как, допустим, думает там соседка, не знаю, баба кто-то, да. У которой какие-то свои представления совершенно беспочвенные. Она пытается их навязать нам. Она пытается нести это в мир. Есть два мнения ее и неправильное. Ну, это бред. Это бред, это глупость, я считаю, абсолютная, ну просто, да. Такая непроходимая глупость. Потому что мы сами, только мы можем решать, как нам носить, что нам носить, с чем нам носить. Если это не создает какого-то дискомфорта, какой-то угрозы для окружающих людей, то, ну, как бы эти люди просто, да, ну, пусть они в своем монастыре свои уставы устанавливают, да, а в чужое как бы не лезут. И будет им счастье. Так, следующий у нас будет кулон. И кулон у нас будет с браслетом. Покажу я их сразу. Вот такой кулон. Я его надену, застегну, а потом я вам покажу уже браслет. Вот такой крупный кулон с самоцветами. Здесь у нас большая тоже такая гамма. Итак, здесь у нас что? Здесь у нас вот этот центральный крупный камень. Я сразу скажу, что это дымчатый кварц. Здесь у нас идет горный хрусталь. И дальше у нас идут гранаты, аметисты, топазики, хризолиты. Вот такая своеобразная веточка. Здесь хорошая петля, достаточно крупная. Сюда пройдет серьезная цепочка, либо гайтана. Это уже, конечно, на ваш выбор, на ваш вкус. Так, давайте я сейчас быстренько надену. Если быстренько. Да, нет, получилось. Вот так. Вот такой кулон. Видите, он крупный, очень подвеска. Так хорошо села, прислонилась. И вот такое к нему браслетище. Очень классное. Здесь аметрины присутствуют. Они такие красивые, но просвет бесподобные. Аметрины. И хрусталь. Что еще у нас тут есть? Есть, по-моему, хризолиты у нас есть. Вот такой микс. Бесподобный браслет. Очень крупный. Посмотрите, какой он объемный, массивный. И вот так он будет выглядеть с кулоном. Так, нет. Подтяну чуть-чуть. Вот такая будет композиция. Если что, очень это все, конечно, броско. Опять-таки, это для девушек, которые любят, любят продемонстрировать свою такую эффектную внешность украшения, которые ее дополняют. Мне нравятся. Мне нравятся такие люди. Я сама таковой являюсь. Опять-таки, если кто-то любит скромные украшения, то это не значит, что он мне не нравится. Нравится тоже. Так, дальше. Дальше у нас кольца, и, в принципе, мы будем заканчивать. Надеюсь, штатив сегодня мне никуда не вылетит. Итак, первое кольцо, это, как вы, наверное, уже можете догадаться, это розовый кварц. На камере всегда он смущается, он всегда показывается менее ярким, нежели чем в жизни. Это такая особенность розового кварца. Много раз я ее для себя отмечала. Я думаю, не я одна. Я думаю, вы тоже заметили эту особенность. Вне камеры каменькая, конечно, выглядит совершенно по-другому. Розовый кварц здесь не тонированный. Интересное кольцо. Это такая этника, оно стилизованное. Это те украшения, которые мне очень нравятся. Вот эта стилистика, в которой они выполнены. Опять-таки, зрительно удлиняет пальчик. Замечательная модель. И такой, знаете, девчачий камень в таком интересном обрамлении. Оно тоже достаточно ажурное. Так что здесь для меня никакого диссонанса нет. Следующее кольцо. Хотя иногда какой-то такой диссонанс, он тоже очень классно работает. Так, следующее кольцо у нас будет с халцедоном. Высокая посадка очень у камня. Вот такое вот колечко. Интересно у него выполнена шинка. Я вам сейчас это покажу. Вот такое крупное кольцо с халцедоном. Для любительниц голубого цвета, синего, его оттенков. Прекрасное кольцо. Опять-таки, вот видите, как идет здесь шинка. Здесь идет у нас одна. И она вот так вот раздваивается. Тоже интересное решение. Почему бы и нет. Со стороны вот это видно сбоку, да. Тоже какая-то своя роль, какая-то изюминка присутствует. Вот такое кольцо. С женсами почему бы и нет. Так. Жемчуг. Крупная жемчужина, барочная. Вот такая. Наверное, я ее переодену. Почему-то мне хочется надеть. Да. Вот так мне нравится больше. Здесь тоже присутствуют элементы позолота. Вот эти вот такие своеобразные карпана. Чернение. И крупная-крупная барочная жемчужина. Красивое украшение. Красивое дополнение к какому-то наряду. Ну, это классика. Классика. Она всегда... Всегда востребована. И во все времена она нравится. Натонная классика. Да, конечно, здесь что-то такое. Ла-ла-ла. Но все равно для меня жемчуг это классика. Даже барочный. Так. Два кольца. Долго думала, какой из них показать последний. Итак, друзья. Вот такое кольцо с березой. Это моя любовь. И вот следующее кольцо тоже моя любовь. Прям любовь любимая. Посмотрите, какая прелесть. Крупное, полновесное, очень серьезное кольцо. И здесь у нас, конечно же, присутствуют кораллы. Кораллы. Я так люблю эту поговорку. Скороговорку про Карла, который у Клары украл кораллы. А Клару у Карла украла кларнет. Вообще, я могу ее быстрее проговаривать. Не всегда с первого раза и даже со второго. Но мне очень нравится. Я вообще скороговорки проговариваю. И Марьяша тоже проговаривает. У нас самая любимая про кукушонка. Я обожаю эту скороговорку. Она моя самая любимая. Итак. Кольцо. Великолепное кольцо. Излишне, наверное, говорить, что и кораллы здесь, и бирюза натуральные. Вот оно, вот оно, вот оно. Ну, не знаю, как с размером будет. Хотя нет, я думаю, что с размером тоже проблем не будет. Здесь шинка идет текстурная, но можно будет, я думаю, с ней что-то сотворить. Еще раз покажу. Посмотрите, какое крупнющее кольцо. Здоровское. Очень крутое. Его, наверное, на средний палец, но мне размер не позволяет. Ну, опять-таки, это личное дело каждого. И последнее. Вот. Вы скажете, ну и что? Посмотрите. Здесь вся соль. Это такой тоже перстень Махараджа. Иначе не хочу даже его называть. Очень такое серьезное. Несмотря на то, что оно внутри полое, все равно кольцо основательное. Серебра здесь, знаете, так с избытком, с лихвой использовали. Не пожадничали. Посмотрите, какой ажурный каст. Великолепный просто. Перстень огромный. Огромный. Высокий. Ну, его не заметить будет сложно. Абсолютно сложно. И, конечно же, так как этот камень, он является обелегом, защитником, то такое кольцо, конечно же, всех недругов просто будет валить с ног. Вольные и невольные злопыхатели, они, ну, свои такие негативные какие-то посылы, конечно же, они ни в коем случае, их, вернее, посылы до вас, они не долетят, просто не доберутся. Вот такое вот великолепное кольцо им этого не позволит. Бесподобный перстень, на самом деле. Вот так мне нравится его показывать. Чудо. Я сейчас вернусь. Что ж, друзья, я надела опять серьги от своего комплекта, дорогу осилит идущий. Надела я их уже по-другому, как я и говорила. Здесь оба варианта абсолютно рабочие, универсальные серьги, кольцо к ним совершенно бесподобное. Ну, и вообще, я невероятно довольна тем, что у нас в итоге получилось. Еще раз большое вам всем спасибо за то, что вы были со мной, за то, что вы потратили время на просмотр моего видео. Я очень для вас стараюсь, я очень ценю то, что вы у меня есть и то, что вы у меня самые лучшие. Да, не забывайте об этом, пожалуйста. Я желаю вам всем всего только самого доброго. Обязательно берегите себя и берегите своих близких. А с вами была я, Виола, и мы еще обязательно увидимся. Всем пока.